Ну что, здравствуйте, дорогие друзья! Если вы слышите данную музыку, значит мы проходим Ангел Кровопролития. Начинаем проходить. Всем приятного просмотра, сейчас будем по ходу разбираться делом. Вот мы начинаем играть за девчулю. Игра полностью повторяет события аниме, потому что игра вышла раньше, чем аниме, а потом экранизация аниме была. Так что приятного просмотра, с вами Казуко Фэмили, не забывайте про лайки, а мы погнали. Полнолуние? Уже ночь? Что это за место? Я, кажется, пришла в больницу, а потом... Точно, должно быть это врачебный кабинет. Как бы то ни было, нужно вернуться к маме и папе. Рэйчел Гардер. Рэй. Так. Сделаем на всякий случай два сохранения. Такс. Секундочку, подождите, ребят. А, вовсе не знакомая больница. Заперта. Нужно вставить ключ-карту. Какие-то надписи на стене. Кто ты на самом деле? Необходимо проверить лично. Первоначальная твоя суть или лишь желательно. Ангел или жертва? Все врата откроются, если познаешь себя. Что? Так. Это выражение. В зеркале мое отражение. Выгляжу как обычно. О! Компик урубился. Аппарат со встали на ключ-карты. Вытащить карту не выходит. Включившийся сам по себе компьютер, запустил программу. Экран открыт. Идет запись данных. Ответьте на вопросы. Ваше имя? Рэйчел Гарден. Возраст? Тринадцать. Зачем ты здесь? Я пришла в больницу, но очнулась здесь. Зачем? 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 Зачем вы пришли в больницу? Человек умер. Я видела, как его убивали. На моих глазах. Я посещаю психотерапевта. Чего вы хотите сейчас? Выйти отсюда. И встретиться с мамой и папой. Запись окончена. Чтоб начать игру, извлеките карту. М-да. Карта извлечена. Думаю, это поможет выбраться. Но что значит начать игру? Карта встала. Кнопка наверх. Жертвой становится девушка на нижнем этаже. Участники, приготовьтесь. К этому моменту это игровая зона. Ворота открыты. О чём это вообще? Приехали. Неужели всё это внутри здания? Как-то странно. Где же выход? Нужно скорее уходить. Я точно не была здесь. В конце концов, куда я попала? Может быть, эти газеты объясняют, что это за место? Беспорядочное убийство. Х числа, х месяца, х года. В районе Х был обнаружен труп мужчины. Следствие установило, что убийство было произведено путём рассечения тела холодным оружием. Подобное убийство в этом районе продолжается с прошлого месяца. Связь между жертвой меня обнаружила. Жителям района следует быть осторожней. Статья об убийствах? Так. Подвал. Дверь забита досками. Там тоже темно. Так. Дверь закрыта. Аварийный выход. На двери написано «Проход к лифтам». Лифт там не открывается. И отверстия нет. Как же открыть? Если я не найду способ, лучше осмотреть всё получше. Ну да. Так. Ну тут лопата. Так. А тут, по-моему, тупик, да? Да. Дверь закрыта. Так-с. Теперь она сюда может пройти. Так, у нас голубь тут. Всякие безумные тут были. Что ты там делаешь? Иди сюда. Что с тобой? Может, она кушать хочет? Так. Угу. А, вот и проход, которого раньше не было. Убийство в подворотне. Икс числа. Снова обнаружим труп. Мальчик 10 лет. Личность неизвестна. На трубе найдены обширные раны. Расследователь с серией убийств продолжается. Серийный убийца. Ну, красный это кровь. Запах железа. Так, интересно, а чего ключ? Ти-и-и-и-и-и-экс. Сейчас посмотрим. Ключ, по-моему, от этой двери. Если я не ошибаюсь. Ну да. Так. Она так не пройдёт, что ли? 26-летнего Джона Смита. Глубокие порезы. Завтра прибудет новая машина. Это случилось в здании? А. Так. Вот здесь нам придётся прятаться. А это что? Огромный пустой ящик. Такому большому я бы поместилась. Да-да-да. Так. Тогда потом будет сюда валить. ТЕКС. ТЕКС, ТЕКС, ТЕКС. Ну, значит голубя мутить. Так. Брать косняхи. Так, если там вкусняшку спустишься. Вкусняшки. Съедобно ли? Упаковка сладостей открыта. Раненая. Крыло кровоточек. Поешь. Всё скушала. Милая. Так, вот хотя бы наелась. Нужно тебя вылечить. Всё хорошо, сиди смирно. Всё в порядке? Я буду беспокоиться, лучше взять тебя с собой. Так, раненая птица. С той стороны. Что за звук? Птичку испугал. Проход. Нужно уходить. Не бойся, всё хорошо. Подожди. Не бойся, выберемся отсюда вместе. Ну же. Давай скорее сюда. Какая счастливая мордашка у тебя была только что. Ну теперь она наполнена отчаянием. Дам тебе последний шанс. Попробуй сбежать. Считаю до трёх. Кричи и рыдай, маля. Пощаде. Покажи мне ещё больше своего отчаяния. Зак. Блин, сфера раза не получилось. Чёрт. Распели. Мы успели. А, куда же она подевалась? Эй, ты здесь? Чёрт, закрыл что ли? Ушёл. Не вернётся, надеюсь. Нужно выбираться, пока он не нашёл меня. Иначе... Птичка. Ну да, это типа подсказка. Надо к ней, что ли, вернуться. Птичка. Птичка. Ну погнали к ней. Так. Птичка. Да я понял уже, ё-моё. Разрезана надвое. Хочу похоронить её. Заберу с собой. Тут и похоронить негде. Так. Ну вот мы лопату видели. Думаю, можно закопать. Нет. Это неправильно. Нельзя вот так оставлять её. Но она её сошьёт, по-моему. Нужно поправить её. Всё в порядке, ей уже не больно. Я вылечу птичку. Вот, хорошо сошлись. Осталось только похоронить. А, ну да, сейчас от неё этот ключ, по-моему. Из желудка. Ключ. Такую штуку не проглотишь. Так, а от какой двери ключ? Вопрос. А, по-моему, от той, что ли. От которой эта. Если я не ошибаюсь. Сейчас. В смысле? Э. Вот от этой, по-моему, двери, нет? Подожди, а что тут? А, вот и диспетчерская. А, это та дверь слева. Открывается ли? Люк открыт ключом. Под полом продолжается узкий проход. Это. Переключатель лифтами. Это та дверь откроется. Так. Теперь выберусь. Так. По-моему, по-моему, должна. А, тут заперто. Так. Так. Ну да, по-моему. Надо сматываться. По-моему, мы сейчас как выберемся. Опять снова он вернется. Нашел. Нашел. Наконец. Теперь заперто. Какая жалость. Я должен быть знать это с самого начала. В этот раз ждать не собираюсь. Надо сматываться. Стой, мать твою. Ух, не попалась. Что с ним вообще? Надо поскорее выбираться. Лифт не движется. Снова искать выход. Вот и больница. Так. Журнал записи на прием. Компьютер отключен. Текст. Проверить, что тут закрыто. Что? Подожди, Рэйчел. Это же я, Рэйчел. Э? Не узнала? Это же я осматривал тебя. Я ведь твой врач. Доктор, это вы? Что с тобой, Рэйчел? Ну, конечно, это я, доктор Дэнни. Дэнни Диккенс. А, ну да, наверное. Доктор Дэнни, психотерапевт. Запуталась? Ничего удивительного, это место странное. Ну, не волнуйся, ведь я и вперед твой врач, так ведь? Думаю, да. Доктор. Вот и хорошо, что все прояснилось. Доктор? Где мы? Какой-то парень гнался за мной, что с ним? Я не знаю всех деталей, но тот, кто преследовал, вероятно, убийца. Убийца? То, что здесь происходит, напоминает какую-то чертову игру? Если попасться, преследователь убьет тебя. Преследуемая жертва, я думаю. Вы в безопасности? Похоже, здесь кроме меня никого нет. Мне так страшно. Ну, Рэйчел, страх, такая ситуация, обычное дело. Пойдем со мной. Я хочу, чтобы мы выбрались вместе. Хорошо, доктор? Так, погнали все осматривать. Текс. Кроватка. Эй, ты не устала? Дневной сон не повредит. Уже день? Ну, конечно, ты же, наверное, Каза заметила это, Рэйчел. Так, а что нам тут делать? Я уже забыл. По-моему, пока что ничего, да? Заперто. Вообще-то где-то у меня был ключ, но он его обронил. Вот и светится. Хорошо, что нашла его, ха-ха. И правда, я ведь сидел здесь. Разве вы не ушли? Ну, ты ведь осталась здесь. Я знал, что ты умный и доберешься сюда. Мда. Выход, думаю, впереди. Пойдем аккуратно. Похоже, здесь несколько палат. Думаю, выход дальше. Выход дальше. Стеклянная дверь мне дает пройти. Похоже, мы с тобой заперты в стеклянной ловушке. И здесь заперто. Что ж, пойдем назад. Все нормально. Может, мы пойдем в что-то хорошее, если пройдемся вдвоем. Что-то хорошее для меня и для тебя. А это отдельная палата. Для пациентов. Ну да, для особых. О, надпись. Так. Знаете ли вы о собственных желаниях? Знаете ли вы, чего жаждете? Или это инстинкты? Противоположные смыслы невероятно схожи. Ты не найдешь причин, пока находишься здесь. Однако у каждого желания есть цена. Правила нерушимы. Правила? Здесь довольно строгие правила. К примеру, атаковавший тебя парень не смог погнаться за тобой сюда. Какой-то порядок существует, я думаю. Тогда что за желания? Но это зависит от человека, если говорить обо мне. Я хотел бы красивые глаза, мой искусственный совсем плох. А уж цвет какой противный. Как бы здорово, если бы глазки были такими, как твои. Мда, капец. Псих. Доктор-псих. Всего лишь больничная палата. Здесь нет ничего страшного, Рэйчел. Просто много кровати. Ничего особенного. Ага. Если бы. На покрытой пыли стене что-то написано. Надо бы протереть. Остановись, пыль попадет в глаза. Это, наверное, какие-то жалобы пациентов. Обычное человеческое нытье, ничего интересного. Может прочесть? Прости, мой искусственный глаз совсем плох, вряд ли разберу. Но пыль. Не нужно, пожалуйста, будет очень неприятно, если грязь попадет. Береги свои глаза, они очень красивые. За окном будто ничего, выглядит как декорация. Следы ногтей. А? Рэйч, а знаешь, что это за царапины? Нет. Намекну. Царапины на весе пациента мне. Ну, догадалась? Не понимаю. Ну и ладно, ничего страшного. А? Ключ нашел. Ну как, идем? Было здорово с тобой прогуляться. Что, все, что ли? Ключ у нас ума нашел? Так, открываю. Ну да. Будь осторожна. Угу. Операционная. Именно так, Рэйчел. Как-то страшно. Чего же тут бояться? Ну же, Рэйчел. Дай мне хорошенько рассмотреть твои глазки. Ах, Рэйчел. Такие красивые. Такие испуганные. Хотя и совершенно обычные. Грустно мне. Хочу видеть твои чудесные глазки. Хочу проснуться от этого кошмара и отражаться в них такие прекрасные, как эта луна. Я хотел бы быть рядом с ними всегда, Рэйчел. Доктор. Что ж, не поискать ли нам немного здесь? Кажется, я забыл что-то здесь очень важное. Может и ты сможешь успокоиться? Успокойся тут. Так. Тикс. Рэйчел? Хочешь пойти дальше? В коридоре темно, будь осторожна. Я кое-что искал, там буду счастлив, если принесёшь. И что же это? Не помнишь? Но если присмотришься своими красивыми глазками, сразу поймёшь. Дам подсказку. Александрит. Что же это? Что ищет доктор здесь? Много капустных банок. Что-то круглое плавает в растворе. Бутылки старые, ничего не разобрать. Так. Глаз. Глаза. Все голубые. Так. Куча искусственных глаз. Так, ну зелёные, по-моему, глаза. Да. По-моему, зелёные нужно собирать. Так. Доктор, вот. Зелёный. Выбрала его для меня. Подсознательно ты всё-таки думаешь обо мне? Мне хватает лишь одного шага. Посмотри на меня внимательней. Я ведь твой Дэнни-сенсей. И? Рэйчел? Не ходи в одиночку, это опасно. А что дальше-то? А, Рэйчел. Как ты думаешь, какое у меня лицо? Вспомни наши встречи за пределами палаты. Не помню, чтоб мы увиделись где-то ещё кроме больницы. А, Рэйчел, не делай такое лицо. Так, а чё делать-то дальше? Так. Достать ещё, что ли, или чё? Эти глаза. Так. Голубое. Да, попробовать голубые глаза достать. Так. Доктор, вот. Ага, Рэйчел. Это мне? Конечно, я обожаю голубые глаза, такие же, как твои. Но мне он не нужен по сравнению с твоими. Это неудачная подделка. Только твои голубые глаза прелестны. И всё, выйти, по-моему, нужно, да? Рэйчел. Не ходи в одиночку. В смысле? Ещё один глаз, что ли, надо достать? По очереди, что ли? Так. Ну, остаётся красный. Доктор, вот. Замечательный красный глазик. Мой любимый цвет. Поэтому ты его выбрала? Значит, ты всё-таки думаешь обо мне. Правда, я искал не его. Посмотри ещё немного. А, Рэйчел. Я такой растяпый. Я же запер полки, где стоят глаза. Вот ключ в кармане. Давай. Теперь, думаю, сможешь найти мой. Так ведь, Рэйчел. Наверное. Так. Так, от полки с глазами. Заперто на ключ. Здесь. Открыто ключом. Двойной. Рэйчел. Доктор. Нашла, значит, то, что я искал. Это и есть глаз доктора? Да. Неужели даже увидев его, ты ничего не вспомнила? Ты всё ещё спишь? Дай-ка мне. Я чувствую себя неудобно, когда не ношу его. Я должен надеть его ради нас обоих. Рэйчел. Да. Спасибо, Рэйчел. Не подождёшь ещё немного, пока я оставлю его? Не прощу, если ты уйдёшь. Странно. Такое поведение доктора пугает. Подождать. Заперто. Доктор закрыл. Зачем? И что теперь? Так, а где бы... Где мы лом видели бы? Так, лом, лом, лом. У нас лома нету. Что-то упало. И вот эти можно отпереть. Давай попробуем. Тяжёлое. 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 Ещё чуть-чуть. Открылось. Рэйчел. Куда ты собралась? Ээээ? Я же сказал, останься здесь. Это мой этаж. Доктор? Если ты сбежишь, я не смогу больше сделать что-то с твоими собственными руками. Но тогда... Моей мечтой было иметь возможность видеть твои глаза рядом. Но я уже ничего не могу сделать. Твои живые, синие глаза. Поэтому, Рэйчел... Не отдашь ли ты мне их? Пусти. Не трогай. Доктор? Ах, Рэйчел, твоё личико. Хватит, выпусти. В самом деле, они стали совершенно обычными. Я разочарован. Всё ещё не вспомнила, почему оказалась здесь. Если вспомнишь, отпущу. И вернув тебе прекрасные глаза, будем жить вместе, Рэйчел. Бесполезно. Прошу, доктор, выпусти меня. Эх, Рэйчел. Твои глаза прекраснее всех других, что я видел в последнее время. Отпусти, я хочу вернуться к маме-папе. Рэйчел. Всё хорошо, скоро ты вернёшься к ним. К твоей маме и папе. Ожидающие тебя в аду. Ну же, Рэйчел, твои глазные яблоки. Рэйчел. 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 Какие же они чудесные. Сейчас я извлеку их. Ну же, Рэйчел. Я так счастлив, чёрт возьми. Ты? Дэнни, больно ты радостный. Не могу сдержаться, чтобы не раскроить тебя. А, и девчонка здесь. Что за фигня с тобой происходит, когда я прихожу за тобой? Жить хочется. Надо уноси отсюда свою задницу. Давай, выметайся, даю тебе ещё шанс. Пока я не прикончил тебе прямо здесь. Блять. Эй, ты, унылая рожа. Любезный, я позволил принести тебе смерть, но ты, похоже, жить хочешь. Знаешь, я взрослый мужчина, и не имею желания кромсать бревно вроде тебя. Предатель обнаружен. Это нарушение правил. Всех за Рэйчел, предатель стал жертвой. Бля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Вот такой неожиданный поворот у нас, ребята. Так. Глаза доктора больше не увидят. Окей. А, тут стекло. Грёбанная дверь закрыта. Да ничего это не значит, даже если я ударю её. Чёрт, что же делать? Эй, что это ты... Ты бессмертная, что ли, так подкрадываться? Простите. У меня есть просьба. Чё? Прошу вас. Убейте меня. Да. Фу, какая мерзость. Не проси меня о чём-то настолько отвратительном. Нет желания с тобой возиться. И раз у тебя есть время думать о такой фигне, лучше сделай что-то с этим. Ладно. Так. Нам нужно... По-моему, понять, что та дверь закрыта. Вот это. Может, доктор? Ну да, ключи у доктора, у того. Так, сейчас. И... Стоп, а мы же можем уже надпись-то протереть. Сейчас. Прочитаем. Смахнуть. Страшно, 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 страшно. Помогите. Их было трое, а я один. Они придут, трое придут. Убить меня одного. Естественно, они убьют меня. Кто выпустит их? Боже, помоги. Бог? Разве Бог мог допустить подобное? А, нет. Доктор там, все правильно. Вот и получен ключ. Так. Он активирует как раз лифт-ключ. Это мы уже поняли, что ключ доктора подойдет. Погнали. Включить. Ты открыла грёбаный лифт? Да, я. Ха-ха. Вот как это значит. И ты недавно хотел, чтобы я тебя прикончил? Ну. Я кретин, поэтому... Помоги мне выбраться отсюда. Может, у тебя будет лицо повеселее, когда выйдешь наружу. И тогда я... Убью. Правда? Определенно, если всё сделаешь как надо. Хорошо. Тогда свалим отсюда поскорее. Зак. Эй. Не делай глупости, не радуйся слишком. Знаешь, когда я вижу кого-то радостного и счастливого, я убиваю его точно. Вот как. Хотя не думаю, что с твоими мёртвыми глазами будут проблемы. Так. Прохладно. Блин, теперь Б4? Эй, живо пошли. В воде что-то есть. Да ничего там нет. Что же это? А, ты не знаешь? Так откуда я должен знать? Понятно. Да не вглядывайся ты так, всё равно уже не поймёшь. Пошли. Пошли. Могилы? А, ну естественно, тут же земля повсюду. Эй, хочешь раскопать? А как же. Скучная ты. Просто яма. Хочешь внутрь? Не выйдет. Могила уже заполнена. О, там что-то есть. А, что ты творишь? Что ты там возишься? Чёрт, ну и чёрт с ним. Оно там, внутри. А, и нога соскользнула. Так. Надо всё осмотреть. Дверь заперта. Ну, естественно. Так. Может, от этой двери? Ну да. Блин, холодно. Лекарствами пахнет. Не собираюсь торчать тут. Надо думать, как убираться отсюда. Ага. Так, бумажка. Ага. Вот Кэнс Бэкет. Ага. При мытье утрачена одна рука. Этот человек умер? Похоже на то, тут написано Б3, значит, это не здесь. Так, значит, есть ещё этажи. Не знаю, что здесь происходит. Ну, мне просто сказали, что я могу убивать столько, сколько хочу. И я пришёл. С парнями на других этажах может быть то же самое. Не знаю подробностей. Ясно. Чёрт, из-за этих могил руки липкие, будто в дерьме. Так. Стена разбита. Всё какое-то грязное, дырявое, мерзкое. Так. Можешь... Можем вымыть руки здесь. Ага. Лучше, чем ничего. Ой. Водя что-то блестит. Вот ещё один ключ. Погнали дальше. Так, теперь, по-моему, от этой двери. Да. Снова могила. Всё, больше и больше. Какого хуя тут столько? Так. Угу. Так, новое надгробье. Мелкими шрифтами выигрываное имя. Что? Чё ты? Что написано? Имя. Ну так могила, и чего удивляться-то? Рэйчел Гартнер. Моё имя. Моё имя написано. Вот как. Тогда это, видимо, моя. Блять. Фу, какое всё неэстетично. Я только полный придурок мог так всё оформить. Эй. Эй, хорош уже пялиться. Я знаю, что я не собираюсь умирать здесь вместе с тобой. Живо, пошли. Так. Не слишком большая трещина. Подозрительная дырка. Даже если... Не, не пролезу. А больше идти и некуда. Может, я пойду? А, уже не сбежать ли ты собралась? Я не бегу. Или ещё не убита. Ты уже реально раздражаешь. Фиг с тобой, делай что хочешь. Давай вперёд. А, слушай, когда умрёшь, ты ведь ответишь, умерла? Если я умру, то уже не смогу ответить. Заткнись. Раз ты хоть что-то полезное сделай. Майти. Так. Куча бумаг. Я вечно был недоволен жизнью, пока не узнал об этой девочке. Но я так и ничего не знал о ней, она... Он мешал нам встретиться. У неё такой красивый голос, это прелестный ребёнок. Ошибки быть не может, поэтому я влюбился в неё с первого взгляда. Ах, как тяжело. Я должен сделать что-то особенное только для неё. Места вечного сна. Так. На бумаге описаны проекты. На других страницах чертежи. Так. Подожди, где-то фонарик должен быть. Вот и фонарик. Так. Дверь плотно закрыта. Скважины нет. И что делать со всем этим, не понимаю. И дальше не пройдёшь. Хм. Вернуться. Что ты делаешь? Разряжай-то тебе надгроби, расколучу их всех нафиг. С этой штукой ничего не выйдет. Соткнись, знаю я. Что с той стороны? Комната продолжается направо. Дверь заперта. Я не могу пройти дальше. В двери нет скважины. Мне кажется, должен быть другой способ. Ясно. Тогда иди и поищи получше. Да, но я хотела бы поискать и здесь. Хочу сказать, без тебя не разберусь. Да. Ладно, иди уже. Хорошо. Эй. Да чего тебе ещё? Не трогай мою могилу, если получится. Ну, знаешь. Секрет. Непонятные чертежи. Как-то неспокойно. Типа ещё раз их посмотреть. Секрет. Секрет. Внизу чертёж отличается. Может здесь скрыта подсказка? Если посмотреть на расположение этих квадратов. Эта девчонка. Чем бы заняться, пока она ушла? Хм. Раз кроме могил здесь ничего нет. Ну, я ведь не должен торчать здесь всё время. Склоняться вокруг сраных могил. Ха-ха-ха. Да пошли они в пенсии, эти могилы. Расхуячу их всех нахрен. Вот только чем, косой не выйдет. Хм. Погнали за лопатой. Сейчас начнётся офигенный трешак. Кирка. О да, отлично. Получена старая кирка. Теперь разрушим все эти могилы к чёртовой матери. Сейчас трешак начнётся. Так. Погнали рушить всё нахрен. Крепкий, зараза. А-ха-ха, наконец-то. Этот камень отнял у меня время. Кто придумал делать надгробия такими прочными? А-ха, ладно. Раз так, я камня на камне не оставлю. Ломается, как артечные домики. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, вот у нас тут листочек, ломастеры, о, воткинсбекет, данные, кто приходил сюда, и все эти люди умерли здесь, опа. Здесь мое имя, и имя Зака сейчас будет. Хм... Двадцать лет ему где-то Заку. Воспитывался в детском доме из-за незаконности доступа. Исчез, когда его данные наклонности были выявлены. Найдены останки детей. Кроме того, в учреждении был обнаружен зверски излеченный труп жены управляющего. Так. Причиной смерти явились резанные раны. Айзек Фостер признан убийцей. В серии убийств, случившихся в Икс. Он хорошо развит физически, но не планирует преступления. Не слишком умен и не воспитан. Верхняя часть тела покрыта бинтами. На теле обширные ожоги, полученные в детстве. Наверное, это он. Убил людей из учреждения и продолжал убивать. А потом убивал тех, кто был здесь. Об убийце и причине смерти не написано. Хм... Сейчас лучше бежать, но... Интересно, кто убьет его. Так, а что еще тут? А, ну да. Там дверь. Ямка может какой-то переключатель. Ничего не произошло. Дверь плотно закрыта. Скважины, конечно, нет. Не открывается, даже если встать в углубление. Так. Значит... Кто здесь? Я знаю, чего ты желаешь. Потому что люблю тебя и подарю тебе это в самом лучшем виде. Ведь это место мое. Этот этаж. Эй, что ты там возишься? Вернусь, как только смогу. Так. Погнали дальше. Что это? Что так долго? Хочу спросить кое о чем. Ну, что там? Направо, похоже, архив. Какая-то запертая дверь, и в ней снова нет замочной скважины. Опять? Есть еще кое-что. Ммм. Анкеты. Что еще за анкеты? Что написано? Рэйчел обо мне. И че? Всего лишь то, что о тебе известно, не больше, не меньше. И... Анкета человека по имени Айзек Фостер. А тебе ведь? Ну, что теперь, прочитав, что ты обо мне думаешь? Именно так, Айзек Фостер, это я. Что думаю? Да ничего особенного. Просто бумага, в которой тебе написано не больше и не меньше. Не боишься меня? Боюсь. Да нет. Когда-то я встретил женщину, говорящую подобное. Сначала ей, как обычно, было страшно, ведь она узнала о мне убийцу из газет. Но потом ее позиция изменилась, она все бормотала, а мне не страшно, мне весело. Мне стало интересно, и вместо обычных трех раз я досчитал до пяти. Но она не стала бежать. Поэтому я разгорячился еще больше. И что с ней делать, подумал я. Но она все ерзала на месте, и я спросил, что ж ты так дергаешься, если не боишься? И она закричала. Потому что я не хочу умирать. Она подмазывала, чтобы я не раскроил ей череп. Но я ненавижу ложь. Поэтому я убил ее. Это-то как-то связано с моим желанием? Че? Че? Если я сделаю так же, как она, убьешь меня? Правда, когда я убегал, ты считал до трех, а не до пяти. Что ты несешь? Ах, ну да, это же всего только убей меня, убей меня. Ну, пожалуйста. Еще и не страшно. Че с тобой? Да, ничего. Блин, почему ты меня не боишься? Потому что совсем не знаю тебя. Ах, ты не знаешь, ты же читал эту бумажку, или ты и читать не умеешь? Читала. Ну, я встретила тебя совсем недавно. Поэтому я все еще и плохо тебя знаю. У меня нет причин плохо к тебе относиться. А, че отставай. Это все? Ну, какой-то механизм перед дверью, но мне кажется, нужно поискать еще один. Хм... Еще? Че? Чей-то голос. Того, кто прикреплен к этому этажу. Он сказал, что знает, чего я хочу. Вот как. Ладно, идем. А сначала... Я еле сдерживался, чтоб не сломать его. Подожди. Слишком прочный. Не мог дождаться. Пошли. Твоя могила не здесь. Ты умрешь после того, как я выйду отсюда. Вот так-то, дорогие друзья. Маленькая записка. Я могу помочь. Эй, что там? Ничего. Маленькая записка. Нежная или мучительная, выбери любимый способ. Маленькая записка. Эй, как ты хочешь умереть? Да что там? В записке написано, я тебя убью. Бэллия. В воде что-то утонуло. А может... Что там? И что с этим делать? Ну не мог бы ты встать в то углубление? Я? Прям в воду? Ну, если не хочешь. Эй, я не сказал, что не пойду. В отличие от тебя, меня здесь в любом случае убьют. Ты что, много стала болтать? Даже если ты не собралась сдохнуть, у тебя будут проблемы, если я не выберусь. А ты и правда убьёшь меня? Я же такая скучная. Кстати говоря, раз ты хотел умереть, почему жива до сих пор? Самоубийство не пойдёт. Почему же? Потому что так сказал бог. Да, наверное. Ты у меня спрашиваешь? Я не знаю, раз бог так сказал, это непростительно. Хе, бог значит. В таком случае тебе следует постараться, чтобы я тебя убил. И что же мне сделать? Ну, что-то подходящее. Делай лицо поинтереснее, позлить там или поплачь. Позлиться и поплакать. Боже, ну и лицо, разве ты ещё не умерла? Я жива, вот и хочу умереть. Да, знаю, я знаю. Давай посмейся хоть. Смеяться. Ну как? Не, глаза мёртвые. Не годится, значит. Столько времени зря потратили. Ладно, пошёл я. Потапера пить тоже в воде как-то хреново. Ага. Нужно вернуться к той яме. Погнали. К той яме. Не о чем беспокоиться. Я лучше когда-либо знаю, что тебе нужно. Так. Темно. Ну и у меня есть желание. Если можешь, отдай мне своё тело, это будет символом нашей взаимной любви. Я хорошо тебя знаю, ты ведь хочешь умереть, так? Поэтому ответь да. Чёрт, сколько я должен здесь торчать. А, что это было? Наверное, получилось. Она всё ещё там. Надо проверить. Что ещё за хрень? Да уж, совсем плохо со светом в этой дыре. Всё ещё не вернулось. Что там происходит? То, что она до сих пор не сбежала? Да нет, вряд ли. Да что с ней вообще? Не бежит, не боится. Ноль эмоций на лице. С такой кисламина её и убивать не хочется. Наверное. Если бы не её мёртвые глаза, не так аж она и унылая. А, я начинаю выходить из себя. Снова? А, что это? Что-то темно так-то. Кто здесь? Какой вандализм. Чё? Эй, Сап. Эдди. Эдди. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Снова Добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... А этот роющий могилы... Не этот роющий могилок ублюдок... Господи, могилы ублюдок... А ты! Я? Да, ты! Ты же не собиралась убивать себя своими руками? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА